Ребята, всем привет! У нас вечерняя прогулка с Андреем. Андрей меня с работы забрал, я на работе не успела поесть, и вот сейчас пришлось мне поесть в полдевятого, и мы решили с Андреем пойти калории сжечь немного. Слушай, у нас получается, я мог тогда за тобой на работу не ехать, а просто пешком схватить. А, ну ты потом пришла и поела. А это ты поела, мы теперь вот ходим. Ну да, неэффективно было бы. Вот теперь в окружную здесь ходим. Прошлись по тротуару, там где у нас делали вдоль больницы, а теперь мы идем так вот немножко по другой улице. Так что мы начинаем спортом заниматься. Да, мы на спорте. Вот, наверное, у всех такое. Чувствуется, что старость там подкрадывается и начинается, и на спорте, и на этом. Смотрим наши ровесники. Все на велике сели. Не все, но многие. На лесопедах такие. Говорим, ну... Слушай, может нам, правда, тоже велся? А вот на этом же как? А лучше, может, самокат, а то там в группе далеко. На самокате тоже как бы там надо это. Да. Это, ну, держать, напрягаться, а на это тоже как, наверное, тяжело. Не знаю. Наверное. Я штатив забыла. И вот иду теперь в руках несу. Мы уже прошлись, и потом что-то вспомнили. Думаю, надо поснимать немножко, поболтать с нашими зрителями. Вот. Да, Андрею сейчас рассказываю, да? Расскажи про бабульку. Ну, расскажи. У нас бабушка на днях. Это было, знаете, когда, наверное, выходной день или суббота, или пятница. Пришла бабушка, брала капли глазные. Я почему ее запомнила? Потому что у нас до этого была, у нее операция была на глаза. И вот она пришла у нас, ну, значит, спросила, все, такое и ушло. И здесь приходит клиентка наша с рынка и говорит внизу, поднимает мне так это кошелек. И говорит, ой, а у вас кто-то кошелек оставил. Я, ё-моё, а у меня только одна клиентка была, это было утро. Это бабушка. Я ее помню, потому что она к нам ходит иногда. Я сразу при ней, давай, говорю, кошелек откроем. Открыли кошелек. Я сразу это, телефон их начала искать, потому что думаю, может быть ее, да, у нее написано мой мегафон. Я ей набираю звонить, она трубку не берет. Я целый день звонила. Но здесь еще номер нашла, там, ну, знакомых каких-то. Она ей, женщине позвонила, та перезвонила бабушке. Бабушка трубку не берет. Я уже начала нервничать. Весь день звонила. Андрей здесь с работы, ой, за мной уже пришел на работу. Мы говорим, вдруг бабушка инфаркт суркнул, бабушка потеряла деньги. Ну, в смысле, кошелек. Ну, там ее пенсия. Андрей говорит, давай надо пересчитать. Смену я уже сдаю, надо пересчитать. Мы пересчитали с ним. И это, ну, на листочек оставила. Говорю, я пересчитала. И там была сумма 16 тысяч 400. Я говорю, ну, конечно, бабушка инфаркт стукнет. Сойти, ну, все-таки для пенсионеров. Да для нас это деньги, а для пенсионеров. Ну, и все. И, в общем, никого. Потом у меня уже два выходных было. Я опять прихожу, опять никого. И это, ну, все. Потом сегодня, сегодня вот, считай, уже какой день недели, прибегает, значит, смотрю, бабушка идет. Я издали такая, ей говорю, здравствуйте. И так она, здравствуйте. И смеется, и поняла, что деньги у нас. А я была, говорит, уже до этого, она говорит, я уже думала, я у врача оставила. Потому что она кому-то еще ходила в клинику, видать, какую-то. И говорит, там нету. Ну, я думаю, наверное, у вас. А я ей говорю, бабушка, это хорошо, что пришла наша клиентка с рынка. Просто, как ее, она увидела ваш кошелек. Но если бы пришел кто-то, как приходят у нас, ну, пьяные люди, нехорошие там всякие, да, там, которые... Ну, нечестные. Нечестные. Они бы могли забрать, говорю. Вы понимаете, я бы их даже, я этот кошелек не увидела. Потому что он там внизу, говорю. На прилавке, даже не здесь, на прилавке, а там нижняя полочка. Я говорю, или сбоку там где-то. Я уж не знаю, где она его взяла. Но факт то, что я-то не видела. Я занималась здесь делами, в компьютере что-то сижу. Приходит вот эта вторая клиентка. И хорошо, она мне вот так поднимает, говорит, у вас здесь кошелек. А бабушка это говорит. Бабушка, знаешь, что еще говорит? Она говорит, да что там? Она, да ладно, деньги, меня же память. Память сына, что ли. А он мужской же, ты же видел, кошелек-то как мужской. Она, это память моего сына, что ли. Что-то она прямо схватила, такая радостная, говорит. Вообще. Ну, вот так вот. Пожелала мне крепкого здоровья. За мою честность, сказала. Ну, какие вы хорошие девочки, честные. Спасибо вам большое. Я говорю, ну, здоровье не помешает. Спасибо, бабуль. Ну, и все, вот так вот. Нет, на чужих, на чужом не разбогатеешь никогда. Да, конечно. У меня даже в мыслях нет никогда, чтобы даже рубль чужой взять, да, оттуда. Даже такого нету. Вот так вот. Я переживала даже, что бабушке где-то плохо стало. Андрей первый начал говорить. А вдруг ей стало плохо где-то, да? Она перенервничала с деньгами. Ну, да, я даже подумал, думаю, не дозвонимся. Вообще, сколько дней звонили. Думал, может, инфаркт у нее стукнул. Ну, мало ли вот так вот. А я обзвонила. Пенсию получила и забрала. А ей, наверное, эта соседка, она потом это, что-то как-то вот сказала, что эта соседка, видимо, ей дозвонилась или кто-то знакомая, дозвонилась. И она поэтому спокойно и вот сегодня только приехала. А прошло уже дней пять. Вот так. Ну, слава богу, что так обошлось, что бабушке повезло. Что все-таки она его нигде-то оставила. Бабуль, ну, вы уж аккуратнее, говорю, не раскладывайте кошельки, говорю. Все-таки какая сумма. А, я ей говорю, мы все пересчитали, бабушка, вот у вас столько-столько. А она, да что ты мне оправдываешься? Говорит, ты что мне оправдываешься? Я говорю, нет-нет, мы все высчитали деньги, говорю. Самолет? Ну, что? Вот так. Ну, такое бывает. Ой, а сколько у нас ключей оставляют, и не приходят люди по карточке. Сколько раз мы в банк звонили. Ой, вообще. Да вот потому что, если вот положишь куда-то, я вот стараюсь никогда не ложить просто. У меня либо он в кармане должен лежать, ну, либо в сумочке. Вот с той стороны. Ой. Рука прямо устала. Вот на штатив в следующий раз. Ага. Да, вот если выложишь, он и поэтому не любит эту барсетку. Ну, да, барсетка эта. У меня на это, на ремешке всегда болтается. Но сейчас, правда, не стал брать, я, ну, мы пешком, думаю, мне документы от машины не брать. И ключи ты свои взяла. Вот. Думаю, один телефон умеет. Ну, и даже сейчас телефоны можно оплатить. Я здесь давно не была по этой улице, давно не ходила. Раньше я ходила здесь, это, в больнице когда работала, ходила по лутынице вот там, вот так, вот здесь ходила. Ну, да. Ну, здесь у нас как деревенька. Ну, здесь, да, такой тихий. Наверное, надеюсь. Частный сектор. Частный сектор. Нет, просто частный. Ой, какие пионы красивые. Я вот тоже хочу прям рассадить пиво меня. Большой. А это у нас что-то, ну, стоит. 11-й линии? Нет, нет, это мы по 12-й идем. А улица, это красноармейская, по-моему. Дом забрали, крыша нет. Ну, не знаю. Такой дом хороший. Или вот только строят. Может строить, не знаю. Тихая улица, смотри. А здесь вот, мне нравилась вот эта улица, ну, как, это вот красноармейская, по-моему. Она, правда, чем? Ну, тут грязь, конечно, когда это... Ну, покажи, что здесь вообще нету у нас асфальта. Да, здесь асфальта нету. Как бы он не туда. Мне кажется, здесь, наверное, никогда не делали асфальт. Не туда. Не, он, может быть, был... И вот поэтому еще... А может, даже его и не был никогда. Ни разу здесь и не было. Да, и по этой, ну, тут чуть-чуть вот по этой тоже нет. Вот, и это... Как ее... Так, куда ты будешь поворачивать? Отходи сюда. Вот. И в том плане, что она здесь тихо, здесь вообще машины не ездят. Ну, это просто, да. Кто живет здесь, они, наверное, сюда заезжают. Я когда вот на такси работал, заезжал сюда. Это самое. Ну, прямо она здесь спокойная. Как бы не машина, ничего. Ну, да. Единственное, здесь... Ну, плохая, конечно. Единственное, только когда вот сыра здесь... Я даже, наверное, может, и зимой здесь, наверное, не чистят. Я не знаю. Нет, здесь вряд ли. Не чистят, нет, ничего. Ну, как-то спокойно у них тут зато. Ну, зато, да. Нет, это... Там машина не летает. Это как мы любим уже вот такую тишину. Да. Атиш. Вот, ой, представляете, мы тоже утром... Вот я какой день просыпаюсь в 5 утра. Потом я засыпаю опять, но просыпаюсь в 5 утра, и вы не представляете, как у нас птички поют утром. Мы как в лесу, как будто на природе. Окно открыто, это так, да? Ну, да. Мы сюда переехали, вот в этот вот район, да? Мы живем здесь 12 лет будет. Это просто такое счастье. Здесь так здорово у нас. Просто я наслаждаюсь. Но зато год, наверное, ну, полгода я с ума сходила, когда мы сюда переехали с проспекта, где основная у нас, ну, такая движуха. Ну, движуха, да. Мы сюда, я думала, я не смогу, но мне соседка говорит, вот поживешь полгода, попомни меня, ты не захочешь отсюда уезжать. Хотя даже вот за эти полгода я даже Андрею просижу на лоджи, у меня тоска такая. Андрей уехал на работу. Звоню, разговариваю, Андрей такой говорит, ты что, хочешь переехать поближе опять туда? Да, я говорю, да. Чушь-ка, смотри. Так, кто-то меня прям там... Давай я понесу тебе. Убужил. Вообще без этого как-то тяжело. Без штатива тяжело, да. Надо вот тот, у меня длинный, да, штатив салкать. Ну, дай я это расскажу. Ну, вот. И, короче, мы с Андреем это... Андрею звоню, а Андрей говорит, ну, ты что, домой? Ты хочешь назад туда, поближе к нам, где мы жили? А я говорю, да. Он говорит, ну, ищи квартиру, говорит, раз тебя там таскают. А мы купили, и он уехал сразу. И потом он приехал, наверное, ну, как всегда, месяц, наверное, два был там где-то на работе. Приехал. Я говорю, ну, ладно, посмотрим, ладно, посмотрим. Ну, да, два это... Я как раз в Минсинский рай, по-моему, устроился. Ну, да. И всё. И потом вот так привыкли. И теперь мы ни за что у нас здесь так хорошо. Просто, просто, вообще. Вот такой район мы любим. Сейчас мы, наверное, туда, до Советской. Да. И там уж повернём по такой... Здесь вот по колхозной у нас такая движуха здесь. Вот, например, сейчас если идти, тротуара нет, неудобно. Ну, да. Ну, сейчас там пойдём, там тоже такая же неасфальтированная. Ну, пока сухо, да, можно. Да, у нас как-то вот вдоль домов не везде пройдёшь, как бы приходится по дороге идти, то есть тротуара нет. Ну, а здесь асфальт здесь такая у нас проезжая. Он забьёт этот камень, там, туда-сюда. У нас камень маленький. Сразу говорим, что камень маленький. Я, может быть, как-то не сказала в том видео. Поэтому это... И, естественно, если доктор, ну, посчитают нужным, мы ещё проконсультируемся и просчитают нужным, там, ну, проколами, конечно, ну, желчным убирать не собираемся, если там один камушек, да, какой-то. Ну, да, если там вот я послушал, у некоторых по два сантиметра, а... У него 0,6. У меня 0,6 там. И что, я дурочка, что ли? Я всё знаю, что... Что может быть? Я работала в приёмном покое, и у нас в то время, я 18 лет назад работала... Вы не представляете, у нас сколько поступали с этими... Где 18 лет назад? 18 лет работала там. А, ты говоришь назад. 12 лет назад. 12. 12 или 13 лет назад я работала в ЦРБ, и там вот работала 18 лет в приёмном покое, и через меня с этими желчекаменными бразнями поступали очень много, и которых у нас... У нас раньше же оперировали. Я сейчас вот не знаю, оперируют, нет, а раньше оперировали, и всё. Поэтому я знаю, что это такое, я знаю, какие-то боли, я знаю, как это бывает. Ой, хорошо, что у нас сейчас не оперируют, потому что, блин, сейчас у нас такие врачи тут. Старенькие уже ушли. Нет, у нас сейчас есть новенькие, у нас хорошие есть врачи, Андрей, которых я знаю. А в основном, я так считаю, у нас такие, как они, транзитники, я их называю. Это вот в поликлинике такой. А там у нас Ильгам хороший в хирургии, это я точно знаю, врач. Ильгам Миноч, я его знаю, он хороший. А как мне кажется яйцами? Умный, мужчина. Транзитники, им лишь бы здесь несколько лет от работы, чтобы... А Ильгам у нас завис, уже больше 10 лет у нас он живет. Ну вот это да. Он у нас, все, он осел, он нас старается, он сейчас заведующий отделение, он нет, он нормальный. А больше я там не знаю, кто у нас сейчас. А вообще у нас вот, да, там старых уже нет. Как перевалочный пункт у нас, они приезжают сюда, к нам какие-то новенькие. И лишь бы вот, а ты, может, положено-то? Я говорю, может, положено, я не знаю, у них как положено отработать какое-то время, чтобы потом... То есть они у нас как, типа, практика. Ну да. О, да, скажут, куда-то, если в хорошую клинику устроиться, скажут, а у вас практика есть? А где им взять эту практику? Вот они едут к нам, попрактикуются, типа того. Ну как-то мы не поняли даже, вот это вы сейчас в поликлинике, мы его, честно говоря, не поняли как-то даже. Ну да. Как он, ну, опытный, нет, но нас сразу как-то направил на Саратов, и мы даже, мы честно говоря... Он даже не спросил мне ни симптомов, ни... Не пощупал как-то, посмотрел. Что, как болит, где болит. Сразу, у нас этих инструментов нет, езжайте сюда, все. Ага. Никак не серьезно, что ли. Ну да. У нас уже почти не видно. Ну да. Ну, в общем, вот так, ребят. Так что поедем, съездим туда. Фух. Сегодня жарко было, да? Люди заходили прям с улицы. Говорят, жара-жара такая на улице была. Ну, наверное, да. Я когда... Да, я тоже там. Но я до обеда там был. В огороде? В огороде ходил, да. Было тепло. Ой, наверное, ребят, будем закругляться. У меня рука отваливается, держать уже не могу. Кошмар, без штатива как неудобно. Ужас. Мышцов-то нету. Нифига. Надо учиться вот, тренироваться. Андрей, ты вообще сливаешься. Я еще как-то белая, у меня что-то... Потому что мы еще двигаемся, а она там прыгает. Ладно. Друзья, всем пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Угу. Продолжение следует...